Сегодня компания Голл Продукт успешно закрепила свои позиции на рынке Казахстана. По словам ее акционера Вальдемара Вигелина, оставаться продукцией в лидеров позволяет современное прогнозирование рынка, внедрение новых технологий и, конечно же, контроль качества. В первое время основной объем европейской компании Вегелин приходился на Россию, Литву и Зубракистан, а Казахстан по обороту на тот период был только на четвертом месте. Но так как республика была близка по ментальности, знанию рынка и его потребностей, компания увидела большой потенциал для развития. Так на казахстанском рынке в 1998 году возник Голл Продукт. Так как Казахстан сам находится на девятом месте по территории в мире, здесь есть громадный потенциал развития агросектора и то, в чем нам было бы интересно работать. На момент запуска производства виноградарство было в очень тяжелом состоянии. Сказывались общие ситуации в экономике, развал Союза и прерывание всех установленных ранних связей. Германия на тот промежуток времени, она, скажем, уже в вопросе виноградарства так получила, что ушла дальше. Мы привлекали очень много специалистов с Италии, с Германией, с Францией. Они, скажем, нам давали возможность видеть то, что делается на развитом рынке Европы и приносить многие технологии сюда, в Казахстан. Что касается оборудования, то на начальной стадии европейское было для компаний достаточно дорогим. Перед тем, как приобрести какую-то машину, в любом случае, очень много раз, как это говорится в бизнесе, мы копейку денег 8 раз переворачивались перед тем, как ее проинвестировать. Но все-таки приходили к тому, что немецкие технологии, немецкое оборудование, оно было дорогое, но мы его приобретали. Мы поставили немецкую линию розлива, мы поставили на тот момент итальянскую линию розлива, мы поставили немецкие пресса по выдавливанию сока. Несколько лет назад компания начала процесс восстановления виноградарства в Казахстане. И несмотря на вызовы экономики, были достигнуты определенные результаты. Экономика, она всегда требует новых и новых вызовов. Сказать, что мы сегодня достигли какой-то цели, я с этим не соглашусь. Мы двигаемся, мы развиваемся, но на самом деле сделано уже очень многое. В Казахстане виноградники, они растут на своем корне. Весь мир, в том числе и Европа, они работают на привитых виноградников. Наши виноградники здесь, в Казахстане, первозданные. Мы обращались в многие институты сельского хозяйства, как и в Германии, как и здесь, в Казахстане, определить причину, почему на самом деле то заболевание, которое присутствует по всему миру, и в Америке, и на других континентах, и в Европе, в Казахстане отсутствует. И все-таки это благоприятное, наверное, по почве, другие климатические условия, и страна на самом деле, она освободена от селоксеры. У таких первозданных виноградников, те, которые, как у нас, их совсем мало по миру. Да, мы стали крупным сельскохозяйственным предприятием. Мы имеем много площадей виноградников, но на сегодняшний день мы чувствуем, получается, нехватку профессионалов в этой отрасли, мы чувствуем необходимость дальнейшего развития, мы видим необходимость применения еще и новых, и новых, и новых технологий. Сельское хозяйство во все времена требовало поддержки государства в той или иной форме, к примеру, более льготное финансирование. Сейчас виноградарство не имеет государственной программы для долгосрочного сделывания. Прорабатывается очень много интересных разных программ. Но я, наверное, не скажу ничего нового, но работая в этом секторе, я вижу, что этого пока сегодня недостаточно. Нам не хватает именно долгосрочного взгляда государства на разработку тех либо других программ. Принимая новый проект, либо новые поля к высаживанию новых виноградников, мы для себя рассчитываем 5-7 лет. Государственные программы, в частности, по виноградарству ранее были рассчитаны на 2-3 года. Сельское хозяйство – это тяжелый сектор. Он тяжелый сектор везде, не только у нас в компании, но нам в нем работать очень интересно. Мы вертикально интегрированная компания, мы выращиваем виноград, мы перерабатываем виноград, мы получаем продукты высокого качества и мы выставляем своими же силами с помощью наших дистрибьюторов продукты на продажу по всему Казахстану. Сегодня Голл Продукт, как и многие другие, сталкивается со своей нехваткой кадров. Дефицит агрономов, гидротехников и технологов привел компанию к услугам программы «Сеньор Экспертный Сервис». Это эксперты из Германии, имеющие богатейший опыт на разных участках и знания в управлении малыми и крупными предприятиями. И сегодня у меня получается, и есть много на самом деле отчетов, есть вопрос, мы возвращаемся к этому отчету, связываемся с ними, получаем консультации, это на самом деле очень хорошо. Но дело в том, что мы заинтересованы в работе дуальной системы. Пока положительного опыта у нас в этом нет. Я не исключаю этого, вполне возможно, где-то есть в этой стране и наши недоработки. Сегодня мы двигаемся, мы привлекаем с удовольствием молодых специалистов, ставим им наставников, и наши уже наставники обучают специалистов. Реалии сегодняшнего дня таковы. Пандемия повсеместно вносит свои коррективы в рабочий процесс. Мы научились работать дистанционно. На сегодняшний день, скажем, большая часть совещаний, либо обсуждений, неважно, наши специалисты находятся в Кустанае, в Петропавловске, либо в Чемкенте. Я очень удивлен, что на самом деле качество выработки результатов в обсуждении, оно не пострадало. Даже, может быть, мы стали работать интенсивнее. Но, скажем, это единственный позитив, который я для себя в компании вижу. По ограничениям, да, на самом деле, склады есть и в черте города, у нас склады есть и в области, у нас разные производства в разных местах. И те ограничения передвижения, которые были, да, они были сложны. Закрытие границ повлекло дефицит определенных видов сельскохозяйственной продукции. Сможет ли Казахстан в будущем полностью обеспечить себя всем необходимым? У Казахстана громадный потенциал развития в секторе сельского хозяйства. В большей степени сегодня уже увеличивается объем производства, скажем, поставляя достаточно продуктов на свореных, но одновременно Казахстан сегодня уже подходит к рубежу, чтобы будет поставлять и в Китай, и в Россию. Дело в том, что и имиджевая составляющая, вот как страны виноградарца, пока Казахстана, к сожалению, она отсутствует. Но мы над этим работаем, работаем с любовью на земле.